Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География просто. Учебник под редакцией Домогацких, 9 класс, География России, Население и Хозяйство. Параграф 31. Нематериальная сфера хозяйства. Вспомните, какие отрасли образуют нематериальную сферу. Если говорить самым таким общим языком, то это сфера услуг. Другое дело, что к услугам относятся, в том числе, например, армия и полиция, это услуги безопасности, медицина, услуги здравоохранения, образование, услуги получения науки. То есть сама по себе наука развития тоже относится к сфере услуг. Нематериальная сфера. Вспомним начало этой темы и наш разговор об отраслях материальной и нематериальной сферы. Тогда мы с вами установили, что отрасли материальной сферы производят товары, а нематериальные – услуги. Материальной сфере была посвящена практически вся тема, а вот теперь мы добрались до нематериальной или непроизводственной сферы. Неужели ее значение так невелико, что ей посвящен всего один параграф? Как раз наоборот, непроизводственная сфера исключительно важна. Посмотрите на перечень отраслей, которые ее образуют, и вы поймете, что в повседневной жизни мы ежедневно или периодически сталкиваемся с их работой, то есть используем услуги. Производственные отрасли создают определенный уровень обеспечения населения разнообразными предметами потребления – товарами. Ну, к примеру, просто горячая вода в кране является сферой услуг. Подача электричества в ваш дом по сути является сферой услуг. Конечно, электричество – это выработка, это материальная сфера, но и тем не менее, наличие его у вас дома – это уже один из видов услуг. Качество жизни. Уровень комфортности быта, здоровья, образования населения, создаваемый набором бытовых, образовательных, медицинских, информационных, развлекательных и других услуг. Что при этом важнее – товары или услуги? Вопрос непростой. Если у человека болит зуб, а стоматологической помощи получить негде, много ли радости ему принесет красивая одежда, хороший дорогой телевизор и дорогая мебель? В этот момент этому человеку ничего не будет нужно, кроме как хороший врач. Но, когда боль останется позади, человек снова вспомнит и про одежду, и про телевизор, и про мебель, и про многое другое. Таким образом, материальные и нематериальные сферы одинаково важны для человека. Не случайно в нематериальной сфере занято почти половина трудоспособного населения. И вот отрасли сферы обслуживания. Наука и образование, финансово-кредитная сфера, государственное управление, бытовое обслуживание и жилищно-коммунальное хозяйство. Как я говорил, наличие отопления и горячей воды – это тоже услуги. Культура и искусство, социальное обеспечение, здравоохранение и физкультура, торговля и общественное питание. Все это отрасли сферы обслуживания. При этом упоминается, что вроде как в развитых странах в сфере обслуживания должно работать больше населения. Но учебник писался 10 лет назад, и сейчас уже очевидно, что если в сфере услуг работает больше половины населения, то экономика такой страны находится в очень больших проблемах. Потому что страна должна производить реальные товары. А если страна ничего не производит, то ее экономика очень быстро разваливается. Отрасли нематериальной сферы. Классификация видов услуг – дело непростое, ведь они очень разнообразны. Причем некоторые виды услуг мы даже и не воспринимаем как услуги. Охрана общественного порядка, полиция, обеспечение обороны страны, армия, государственное управление, президент, всякая дума, правительство, мэры, губернаторы. А они все, оказывается, занимаются сферой услуг. Кто бы мог подумать? При этом степень нужности разных видов услуг не одинакова. Некоторые необходимы постоянно. Например, жилищно-коммунальные услуги или услуги, оказываемые продовольственными магазинами. Некоторые нужны только изредка. Медицинские и юридические услуги. Услуги служб, занимающихся ремонтом и так далее. Есть услуги, которые необходимы всем, но при этом они могут быть нужны постоянно или иногда. Но именно всем людям. Например, парикмахерские услуги. Услуги, связанные с отдыхом и лечением. А есть такие, которые нужны далеко не всем людям. Образовательные услуги нужны только учащимся. Автосервис только владельцам автомобилей. География сферы услуг. Независимо от степени нужности услуг, Фактор размещения предприятий этой сферы, как правило, один – потребительский. Поэтому наибольшая концентрация услуг наблюдается там, где компактно проживает большое количество людей. То есть в городах. Степень обеспеченности сельского населения всем необходимым видами услуг гораздо хуже. Далеко не во всех селах есть магазины, медицинские пункты. Причины этого вполне закономерны. Сельских населенных пунктов очень много – десятки тысяч. А число жителей, то есть потребителей услуг, в каждом из них достаточно невелико. Мы помним, что сфера услуг обеспечивает качество жизни. Это значит, что неразвитость этой сферы в сельской местности является серьезной проблемой. Ведь качество жизни значительной части населения страны еще не высоко. Решить эту проблему очень сложно. Одним из путей решения может стать создание сети мобильных сервисных пунктов, которые бы постоянно перемещались по сельской местности от одного населенного пункта к другому. В принципе, такие есть. Причем как железнодорожные, так и на базе, например, грузовиков и автобусов. Но их немного. Всегда ли сфера услуг ориентирована на потребителя? Нет. Бывают услуги, которым не нужен потребитель. Услуги связаны с отдыхом. Часто бывают связаны с определенными природными ресурсами. Помните, как называются ресурсы, используемые для отдыха? Правильно. Рекреационные. Пляжи на берегу теплых морей, заснеженные горные склоны, источники минеральных вод и многое другое являются необходимыми условиями для формирования рекреационного хозяйства на какой-либо территории. Повторим главное. Отрасли материальной сферы дают людям предметы потребления, а нематериальные обеспечивают качество жизни, то есть уровень комфорта быта, здоровья, образования населения. Главный фактор размещения предприятий сферы обслуживания потребительский, поэтому наибольшее число предприятий этой сферы располагается в городах. Сфера обслуживания в сельской местности развита значительно хуже. Вопросы. Какие отрасли образуют нематериальную сферу? Ну, это отрасли услуг, и их очень большое количество. Что такое качество жизни? Качество жизни – это набор имеющихся образовательных, бытовых и еще и самых разнообразных услуг, которые предоставляются теми самыми организациями, которые эти услуги производят. Какой главный фактор размещения предприятия обслуживания? Потребительский. В чистом поле строить парикмахерскую бессмысленно. Ее надо строить в городе, где будет много клиентов. По каким причинам предприятия нематериальной сферы располагаются в основном в городах? Потому что именно люди являются потребителями услуг, предоставляемых этими самыми предприятиями сферы услуг. Если бы птицы потребляли какие-то услуги, то, возможно, были бы какие-то предприятия сферы услуг далеко от городов, где-нибудь в лесах или вообще на берегах Арктических островов, где много птиц. Но птицы услуги не потребляют и не платят, естественно, за них. Есть ли связь численности населения города с развитостью сферы услуг в нем? В современной России нет. Если это город, который, в принципе, имеет... Ну, если это просто город, а в России город это от 20 тысяч населения, причем население не сельскохозяйственной занятости, то, в принципе, сфера услуг там будет развита достаточно хорошо. Там будет и хороший торговый центр, и, разумеется, какой-нибудь банк. Все будет предоставлено. Может быть, они будут не так разнообразны, но сами услуги будут в полном объеме. Что вы можете предложить для улучшения бытового обслуживания людей, проживающих в сельской местности? Ну, на самом деле, придумать туда можно очень много самых разнообразных вещей. Например, самой распространенной сетью обслуживания и предоставления услуг в России является служба Почты России. Именно у Почты России самое большое количество вот этих самых пунктов почты, в том числе и в деревнях. На базе почты можно было бы развить очень интересные, самые разнообразные виды услуг. Но этим никто не занимается в России.